Всем привет, подписчиков, любителей случайных. Сегодня у меня X5BQ. Будем сейчас менять дисплейный модуль, touch не реагирует. Могу дезактивировать, выключить. Какая-то часть сенсора работает, какая-то нет. Сейчас поменяем дисплейный модуль, аккуратно снимаем крышку. По-моему, первый BQ, который вышел в алюминиевой пае. Такого серьезного вида, в отличие от предыдущих моделей. Не знаю, что там по характеристикам у него, но вид достаточно серьезный. Сборка тоже ничего. Итак, достаем слот. Очень одно время не мог снять ролик с заменой дисплейного модуля, потому что очень часто попадались модуля, нерабочие. Судя по всему, не подходила версия. То не работали дисплеи, то не работали тачскрины. Сейчас заказали новый дисплейный модуля именно на эту модель. БКЮ X5. Я их еще не менял. Сейчас посмотрим. Поменяем, посмотрим. Надеюсь, будет работать. Снимаем верхнюю крышку-антенну модуль. Стёгиваем батарею. Другие разъемы системной платы. Отвинчиваем три винтика. Обратите внимание, они отличаются от тех, которые мы скрутили с верхней крышки. Цветом и размером. Эксельный кабель. Разъем слейф кнопки боковых кнопок. Включение звука. Разъем точь-скрина. Далее. Снимаем батарею. Можно предварительно нагреть. Снимется намного легче, чем это сделал я. Далее. Разъем дисплея. Снимаем системную плату. Ставим на сепаратор. Забыла вытащить слот. Это у нас слот новуху. Сим-карт. Извлекаем системную плату. Так, камера здесь у нас не помню. У нас легко отсоединяется. Системная плата. Все. Ставим на сепаратор. Сто градусов. Три-четыре минуты. Оставайтесь с нами. Пока нагревается дисплейный модуль. Мне только что принесли. Такой же BQ, только черного цвета. Для замены батареи. Как бы в качестве паузы. Сейчас быстренько поменяем батарею. Кто-то недобросовестно отстегнул батарею. Приклеиваем. Отпускаем матаре. Мётрит. Приклеиваем. Крепляем. Счетparent. Немного апельсируем. Крепляем. Приклеиваем. Валяем. Уплот. вот так вот отстегивается батарея у того кто не знает как ее отстегнуть извлекаем таким же способом варварским батарея нам уже не понадобится аккуратно со шлифами ставим новую батарею ставим крышку закручиваем к тому времени как раз дисплейный модуль у нас разогрелся на белом x5 это Субтитры сделал DimaTorzok Батарея не оригинальная. Как ни странно звучало, но реально, батарея не оригинальная, батарея китайская не оригинальная. А вот эта батарея китайская оригинальная. Итак, всё готово. Итак, снимаем дисплейный модуль, горячий, алюминиевый корпус, очень сильно нагревается, 100 градусов, поэтому вот так вот получилось, неудобно держать его. Так, смотрим сразу, что можно снять, что можно переставить, уже вижу прокладку камеры. Аккуратно соединяем. Так, тут у нас всё заклеено, с другой стороны смотрим, тоже заклеено каптоновым скотчем. Здесь нижние кнопки меню тоже проклеены, как видите, наклеенная специальная прокладка, чтобы свет не рассеивался. В общем-то всё, модуль готов, можно сажать, сажать будем на B7000, но предварительно давайте его проверим. на B7000. Удаляем остатки битого белого X5. Кстати, неплохо сохранился скотч, можно было бы посадить и на него. вставляем для проверки. Обратите внимание, дисплейный модуль чёрный, клиент как пожелал сам, поэтому ставим чёрный. Вставляем системную плату, чтобы проверить системный модуль, достаточно застегнуть разъём тачскрина и дисплея. и соответственно батарея. Включили. Мне очень нравится качество дисплея. Как видите, затемнение в углах, да и сам дисплей какой-то тусклый. Наверное, ни с какой другой моделью не было ещё столько проблем, как с X5. И не знаю, около 15 дисплейных модулей я пытался поставить, и не поставил. Искали в других точках, переносили другие, ставили, тоже не работали. то не работали тачскрины, то не работали подсветки, то не знаю, вообще ужасно. Ужасно. И как видите здесь то же самое, ужасного качества. Короче, ставим на паузу, сейчас попробую найти другой. Итак, друзья, принесли мне ещё один. Я его уже подключил. Только что вроде бы таких явных помех как на том нету. Искажений дисплея. Батарея на нуля походу. Хотя тоже, да, можно видеть вот здесь вот на белом экране не видно, на темном видно. Затемнение в уголках дисплея. Вообще по всему периметру. Тупимбаем свежую. Отличное вино. Чувако стоит. Ряд по всему дисплею. В общем надо показать клиенту. Если его устроит, то поставим. Мне не нравится. Мне не нравится. Итак, друзья, продолжаем снимать. Очищаю поверхность, как вы уже догадались. Клиент согласился. Будем лепить эту херню. Других дисплеев нету. Кстати, BQ один из немногих аппаратов. В этом постоянно возникают проблемы с версиями дисплейных модулей. Я не знаю, для чего они это делают. Но предыдущие модели тоже. Предыдущие модели BQ. Некоторые из которых имеют по три версии. Я знаю какие. По три версии дисплейных модулей. Проблематичный китайский телефончик в плане замены дисплея. Но будем ставить. Ставить будем на клей. Акриловый скотч не держит нормально. Я пробовал стоять на него раньше. К сожалению, он не держит. Было бы намного проще. Поэтому проклеиваем. Проклеиваем. Клеим аккуратно. Все как обычно, ничего необычного здесь нету. Вставляем дисплейный модуль. Вставляем на прищепки. Ждем час. Аккуратно вставляем дисплей. Прижимаем к рамке. Смотрим, чтобы не выдавливался сильно клей. Вставляем системную плату. Вставляем. Берем. Берем максимальную плату Клейтrie. Берем к рамке. Скорее. три винтика так стоп 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 Моцария. Верхняя крышка, защёлкиваем все клипсы. Ну, здесь вот как бы не видно, если присмотреться. То видны тёмные пятна. И на более тёмном дисплее видны затемнение углов дисплея. Отказал я клиенту, он сказал пойдёт. Ну, если пойдёт, значит делаем. Именно с X5 такие проблемы с предыдущими моделями почему-то не сталкивался. Единственная разность версий, это да, вот так, чтобы все дисплеи были бракованными, не подходили к качеству. Ну, отличались сильно от оригинальных цветом. Такого вроде ещё не встречал. Вот, как видите, вроде бы работает, да. Ставим серый дисплей. Качество не очень. Как видите, перепад цветов, полоски, не знаю, видно ли. Так, на этом всё. Ставлю на зажимы. С момента нанесения клея прошло около пяти минут. Поэтому можно дополнительно поставить дисплеем, дисплейным модулем вниз на сепаратор. Клей разогреется. И потом сразу поставить на зажимы. Это если прошло несколько минут. Вот тут, считаю, нет необходимости. Всё, часик на зажимах и всё в порядке. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был BQX5. Такая вот моделька. Акварис X5. До новых встреч. Всем удачи.